Денег много, у нас нет мощностей для того, чтобы все их реализовать на дорожное строительство. А проблема, вы знаете, проблема... Кто виноват? Ну кто виноват, Владимир Владимирович? Ну не может себе позволить такая страна, как Россия, жить в условиях бездорожья. Но ведь это же всем известно, ну первоклассник. У нас территория огромная, а дорожная сеть очень маленькая. Вы же знаете, мы совсем недавно только построили дорогу Читахабаровск. У нас не было даже дороги, связывающие восточную и европейскую часть Российской Федерации. Это наш позор. Мы уже с сельчанами здесь виделись, на их лицах написано «Радость». Почему? Потому что им уделено внимание. О них позаботились. Вода, блядь, не та. Рано снег выпал. Перфоратор забыли. Солеру слили злые типы. Гарантийных обязательств на текущий ремонт не предусмотрено. Так как это текущий ремонт ямочный. В нашем климате асфальт не прилипает к почве. Наверное, в нем вся причина. Скажите, мэр. Точно. Звоните президенту, пусть срочно едет в гости. Перед его кортежем яма исчезает с пути. Вот и за моей спиной, и впереди там мы видим, что ямочный ремонт проводится. Ну, насколько он качественный, так чисто визуально определить очень тяжело. Но специалисты наши уверяют, что здесь надлежащего плана применяется материал дорожный. Он доставляется сюда в горячем виде. Его сразу в приготовленные места укладывает и закатывает. Ну, судя по тому, какие здесь видны латки на дороге, ну, какое-то время это все послужит. Мы вас ждем очень. Обещаем убраться, но вы должны помочь нам. Приезжайте скорее. Вы в наш город чистой улицы, где вам проехать скоро перечисли. Вот он, мой обещанный маршрут. Очень хочется, чтоб вы проехали тут, чтоб ваш волшебный бронированный меринг загладил выбоины, а он может, я уверен.